Россияни, вот сейчас война закончится и будет суд над теми людьми, которые начали эту войну. Путин, Первый канал, генералы. Пострадают верхушки, но меня интересует, как пострадает обычный народ. Ну, наверное, вы страдать будете от того, что вам должно быть стыдно, потому что раз Путина накажут, значит, война была несправедливой. В учебниках по истории так и будет написано. Это оккупанты, и русский народ шел убивать молча. Может быть, роптал, может быть, шептался, может быть, не хотел, но шел. Так и будет записано. Вот там не написано, что немцы не хотели идти воевать. Они там мобилизировались как на ура. А вы как бы не хотели воевать, диванный эксперт. Ну так вот, вашим наказанием будет не только позор перед внуками и позор перед всем миром. Вам, вашим наказанием будет еще тот факт, что вы будете начинать искать свои корни. Вы будете начинать, мама, баба, а кто был наша бабушка? Бабушка, а кто была твоей мамой? А кто был бабушкой, бабушкой? Вы будете копать, и вы будете узнавать страшные подробности про депортации, что вы, оказывается, украинцы, вы, оказывается, казахи, узбеки, татары, чеченцы, башкиры. Вы будете узнавать, что ваши деды воевали против Москвы. Они не хотели никакого Советского Союза. Они не хотели никаких колхозов. Они были хорошо стоящие на ногах люди. И вас, Москва, лишила корней. Вот это будет для вас страшным наказанием, потому что каждый из вас, каждый из вас, не москвич, каждый из вас каким-то образом попал в эту мясорубку и сдался, и не выдержал, и забыл свои корни. Каждый из вас манкурт. У каждого из вас на голове верблюжья кожа, куда вросли ваши волосы. И при одной мысли, что эту кожу кто-то будет дергать, у вас начинается истерика. Но, тем не менее, я думаю, в конце этой войны каждый из вас начнет думать, а кто он по своей национальности и что Москва сделала с его предками. И когда вы поймете, что ваши предки бы вас своими собственными руками задушили, за то, что вы предали свою национальность и забыли свою настоящую родину, вот тогда у вас станет настоящая ломка. Вы не только предатели и убийцы.